Первым вы должны смотреть не за своей красотой, а за своим здоровьем. Как предупредить вот эту ситуацию с усталым типом старения в молодом возрасте? Незнание типа старения приводит, к сожалению, к проблемам. Если кто-то даже вам рекомендует вводить носослезные борозды и элронку, в сто раз подумайте. Друзья, приветствую. Я Павел Деничук, пластический хирург. Если вас интересует пластическая хирургия, вы в правильном месте. Хотя сегодня мы будем говорить не только о пластической хирургии, а больше о том, как понимание получить, о том, какой у вас тип старения. Хочу сразу сказать, что предыдущий ролик о деформационном типе старения вызвал очень хорошие отклики. И многие нашли для себя ответы, почему у них любые манипуляции с той же гиалуронкой вызывают противоположный эффект. Они ждут вау-эффекта, улучшения, а у них ухудшение получается ситуации. Потому что незнание ситуации, незнание типа старения приводит к сожалению, к проблемам. Это нормально, когда я, например, консультирую женщину после 50-60 лет, и я вижу у нее признаки усталого типа лица. Это естественный признак старения. Но меня начинает волновать и я не в доумении, почему, например, в 35 или в 30 лет приходят ко мне женщины, молодые женщины, а у них уже выраженный усталый тип старения. Мы обязательно разберем, какие признаки усталого типа старения, а также как профилактировать и не допускать вот этой ситуации в таком среднем или молодом возрасте. И сразу хочу сказать, этот тип старения характерен до трети людей в мире. Я, кстати, все время хочу сказать, женщинам ничего подобного, и мужчин этот тип также характерен для мужчин. Как раз усталый тип лица, усталый морфотип характерен для более худощавого лица и овальной формы. Для усталого типа характерна сухость кожи и как увлажнять кожу, как ухаживать за этим лицом, я расскажу чуть позже. В самом названии усталый тип лица характерно то, что мышцы также устают. Они теряют свой тургор, тонус и как результат ткани имеют тенденцию к опущению. И наша задача как раз предупреждать эти явления и создавать условия, чтобы эти явления не проявлялись. Что характеризует как раз усталый вид лица? Будем опускаться сверху вниз. Рассматриваем лоб и переносицу. Если появляются морщинки, они могут появляться в очень раннем возрасте, уже в 18-20 лет появляются. Это о чем говорит? Это говорит о том, что эмоционально человек перегруженный. У него очень много тяжелых мыслей. То есть, он усталый эмоционально уже в таком раннем возрасте. А что уже говорить в последующем? Конечно, эти морщины будут усугубляться. Поэтому, пожалуйста, отслеживайте за своими эмоциями. У вас должно быть понимание, что все, что вокруг нас происходит, это все к добру. Нужно, конечно, отметить, что усталый тип лица провоцирует слабость мышечных структур, мышечных связочных структур. И как результат, все ткани в области верхней трети лица, они имеют тенденцию к опущению. То есть, что это проводит? Это приводит к тому, что уголки глаз опускаются, становится такой немножко угромый, тяжелый вид лица. Появляются какие-то складочки в области нижних фек. И очень выраженно проявляется носослезная морщина. Поэтому в этой ситуации, если в начале, в более молодом возрасте, это еще приемлемо было, то если человек не профилактирует своего вот такого уставшисти, не профилактирует своих проблем, то, к сожалению, это все ведет к тому, что ткани, потеряв свою упругость и тургор, имеют тенденцию к опущению. И проявляются носогубные морщины, уголки рта опускаются вниз. То есть, все такое состояние усталости. Многие писали в предыдущем ролике, что деформационный тип это не их тип. Пожалуйста, продифференцируйте и сделайте анализ своего типа лица. Усталый это ваш тип? И напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Первым моментом нужно сказать, что усталое лицо это характерность вообще для людей, которые очень активны в своей трудовой деятельности. А когда эти резервы иссякают? Когда мы перенапрягаемся, когда мы не смотрим за своим питанием, когда мы не смотрим за своей осанкой, когда мы больше, чем нужно времени проводим в сидячем положении на своей работе. В этом ключе хотел бы сразу вам обратить внимание на мой ролик. Он очень многих заинтересовал, когда я говорил, как продлить молодость лица. Обязательно его посмотрите. Ссылку я на него оставлю. И вот эти все причины, которые я озвучивал в этом ролике, они как раз будут провоцировать, они будут подталкивать к появлению, в первую очередь, усталого типа лица. Нужно, конечно, смотреть за тем, чтобы, во-первых, было правильное питание, был правильный отдых, была правильная осанка. Осанка отмечу. Никто из ваших специалистов, врачей не отслеживает вашу осанку. Если вы сутулитесь, это будет первым толчком для появления как раз и опущения тканей, потери тургора, и появления такого усталого типа лица. Но, опять же таки, очень важный момент. Хочу вам сразу сказать, если у вас есть хронические болезни, если у вас есть места хронической инфекции, пожалуйста, возьмите себе на заметку, избавьтесь от них. Обратите внимание, первым вы должны смотреть не за своей красотой, а за своим здоровьем. И когда вы будете здоровы, красота придет автоматически. И понятно, я в каждом ролике говорю о вредных привычках, как они пагубно влияют тоже курение на старение лица, и появление как раз усталого типа лица. Я об этом уже повторять не буду, но если у вас есть эти вредные привычки, подумайте, и все-таки рекомендую избавиться от них. Что можно использовать в домашних условиях? Для домашнего ухода я бы рекомендовал обратить внимание на самомассаж лица. А еще очень важно, чтобы у вас была возможность, например, утром, как только вы проснулись, чтобы возле кровати у вас уже стояли кубики льда, например, с отваром ромашки, или можно просто зеленый чай, например, заварить, отстоять и заморозить. И этими кубиками льда протирать свое лицо. Этот такой простой и доступный метод даст вам возможность простимулировать клетки кожи, мышцы, для того, чтобы вы были в тонусе и кожа была в тонусе весь последующий день. И как я говорил, для усталого типа лица характерна сухость кожи, поэтому обратите внимание на увлажнение. Проконсультируйтесь с опытным косметологом и пускай он вам подберет хорошие уходы в домашних условиях, для того, чтобы вы увлажняли свое лицо, чтобы вы предупреждали сухость кожи. И конечно же в домашних условиях в повседневной жизни, пожалуйста, избегайте сильной инсоляции, избегайте перенапряжения, отслеживайте свои положительные эмоции. А теперь давайте перейдем к таким более серьезным уже процедурам, к косметологическому уходу за лицом. В самом начале я хочу порекомендовать и обратить внимание на такую довольно простую и приятную процедуру, как миостимуляция или микротоки. Разное есть оборудование, но оно в принципе для усталого морфотипа будет очень полезным и давать определенную тонизацию расслабленным усталым мышцам. Рекомендую обратить внимание на такой метод воздействия, на метод лечения или профилактику морщин, это бутулинотерапия. Использование бутулотерапии дает возможность как раз и работая на антагонистах мышц, как убрать морщины в области переноси, в области лба, так же и поднять уголки глаза. Опять же работая, расслабляя мышцы, которые стимулируют опущение уголков рта, мы имеем возможность выровнять или даже поднять уголки рта. Хочу отметить, что в своей работе я даю предпочтение препарату ксиамин, это бутулотоксин. Почему? Потому что он не так жестко расслабляет мышцы, как женщины говорят, он не замораживает эти мышцы и тем самым определенная мимика сохраняется и это многим нравится. Поэтому этот вариант более приемлемый и в моих руках я намного чаще использую как раз препарат ксиамин. Как я раньше говорил, усталый тип старения характерен как раз и потерями объемов. Поэтому использование препаратов для объемной пластики, таких препаратов, как гиалуроновая кислота, препараты Редис или липофилинг, они очень имеют весомое значение в коррекции такого морфотипа, как усталое лицо. Давайте разберемся конкретно. Например, применение гиалуроновой кислоты приемлемо в таком усталом варианте усталом типе лица при потерре объемов. Но нужно помнить, что если у человека это будет провоцировать еще большие проблемы с отёчностью. Если есть возможность и нету проблемы с отёчностью лица, абсолютно нормально можно использовать гиалуроновую кислоту. Если есть риск, что гиалуроновая кислота может способствовать появлению отечности, обратите внимание на препараты ядра ксепатита кальция, в частности, на препараты РАДИС, которые будут давать вам возможность заполнить объемы и корректировать опущенные ткани, которые проявились в результате носогубной морщины. И, кстати, очень важный момент. Корректировать саму носогубную морщину, не коляв саму носогубную морщину препараты, а как раз обрабатывая и создая соответствующие потерянные объемы в области скулы, в области виска. Тем самым мы имеем возможность улучшить и восстановить, нормализовать такой морфотип, как усталое лицо, с помощью как раз объемных методов. Использование аппарата Альтера. Он дает возможность как раз простимулировать и кожу, и подкожевую клетчатку, и смаз лоскуты, которые как раз в морфотипе расслабляются, и простимулировать, и поднять ткани. Аппарат Альтера как раз очень действенный в этой ситуации. Его можно применять как в верхней трети лица, как в средней трети лица, как и для шеи в том числе. Уставший морфотип характерен как раз сухостью кожи, и ранней потерей таких коневых элементов, как эластин и коллаген в тканях кожи. Поэтому, например, такие процедуры, как использование собственной плазмы, например, мезотерапевтических введений препаратов, улучшающих как раз тургор кожи, привносящих и стимулирующих рост коллагена и эластина, это находка для вот этого морфотипа. Кстати, я ролик такой делал, как я сам себе использую такой метод, как плазмотерапию, с использованием как раз эндоред-оборудования, которое дает возможность проводить плазмотерапию, одномоментно четыре раза как бы интенсивнее. То есть, одна процедура заменяет 3-4 процедуры. И как вы понимаете, самыми эффективными и результативными методами остаются, конечно, хирургические методы. И здесь важно понимание, чтобы этот хирургический подход был применен уже после, например, 45 или после 50 лет, а не в 30 или в 25 лет. Это цель как раз моего этого видео, чтобы вы оттянули проявление вот этого усталого морфотипа, усталого старения в своей жизни на максимально долгое время. Это липофилинг. Ранее я вкратце говорил о липофилинге, а сейчас еще чуть больше расскажу, что мы можем, используя собственные жировые клетки, как можем корректировать вот эти возрастные уставшие черты лица. Во-первых, мы можем восстановить объемы потерянные. Во-вторых, сам липофилинг улучшает саму текстуру кожи, потому что там есть стволовые клетки. Об этом я тоже неоднократно говорил. Есть видео, в котором я очень подробно рассказываю пользу липофилинга. Опять же, мы имеем возможность заполнить вот эти складки носослезные, которые часто проявляются, и которые ничем другим методом нельзя заполнять. Туда нельзя ни радис, туда нельзя ни гиалуронку вводить. Не рекомендую. Если кто-то тоже вам рекомендует вводить носослезные борозды и гиалуронку, сто раз подумайте. Потому что, к сожалению, есть очень много случаев, когда эта гиалуронка в последующем ведет себя непредсказуемо и провоцирует другие проблемы в области нижнего века. Поэтому обратите внимание на липофилинг. В своей работе я использую как раз вибрационный метод липоаспирации, о чем я раньше говорил. И этот метод дает возможность получать нетравмируемый материал, который будет максимально приживляться в пересаженном месте. Опять же, из этого материала очень удобно получать и нанолипофилинг, для того чтобы мы имели возможность проводить коррекцию более тонких морщин при усталом типе лица. Например, если идет естественный процесс появления усталого старения, в этой ситуации первым, что я могу предложить, если есть такие показания, это лигатурные подтяжки. О своих методах лигатурных подтяжек я неоднократно говорил. Например, я использую лигатурные подтяжки височные. Когда ниточка не выходящая на открытую часть лица, она прячется в волосистой части головы, мы имеем возможность подтянуть висок. Когда мы имеем возможность подтянуть верхнюю и среднюю и нижнюю треть лица с использованием нити, которая идет вокруг уха. И мы перемещаем ткани. Условие здесь то, чтобы было на первых 1,5-2 месяца прять волос, чтобы прятать появившиеся лишние складочки перед ухом. И опять же, очень действенный метод подтяжки, лигатурной подтяжки в области шеи. Если есть лишняя ткань, мы ее убираем с помощью микролипоаспирации. Ставим нить, формируем новый шейно-подбородочный угол. То есть лигатурная подтяжка очень действенная и решает многие задачи без серьезных воздействий на ткани лица. И кстати, что важно, это можно делать под местной анестезией. Предлагаю вам такой маленький тест. Если вы видите в зеркале, что у вас есть опущенные уголки глаза, морщинки в области гусиных лапок. И мы делаем такой маленький тест. Ставим три пальца в области края волосистой части головы. И перемещаете буквально на пару миллиметров вверх. Это можно и на пару миллиметров, можно и полсантиметра, и до сантиметра переместить ткани. И вы улучшаете эту зону. Вам в принципе показан метод лигатурной подтяжки височной. Опускаемся ниже. Зона средней, верхней и третьей лица, нижней и третьей лица. Это вы можете поставить, если есть носогубные морщины, появившиеся брыли, ткани опустились в области маляров. Мы ставим пальчики перед ухом и перемещаем их к уху и чуть вверх. И мы решаем эту задачу. Пожалуйста, лигатурная подтяжка вокруг уха решит вашу задачу. Без применения, конечно, каких-ли-то серьезных хирургических вмешательств. И этот метод очень классно и часто использую в своей работе. Сразу хочу сказать, что этот метод имеет свое время действия. Это в среднем 2,5-3 года при стабильном весе. Что касается стабильности веса, то я здесь хочу еще раз отметить. У меня были вопросы раньше, что колебание веса до 3 кг считается умеренным. И оно не может повлиять сильно на изменение тканей в области лица. Игра веса больше 5 кг. Это уже все будут проявления, которые спровоцируют в последующем опущение тканей. И как результат, лигатурный эффект мы можем потерять быстрее, если будет игра в весе больше 5 кг. Из более серьезных процедур, даже не процедур, а операций, это эндоскопическая подтяжка лба. Нужно отметить, я рассказывал, что усталый морфотип как раз характерен тем, что куколки глаза опускаются. И в этой серии использование эндоскопической подтяжки лба из средней зоны лица очень серьезное, мощное подспорье в омоложении. Используется буквально 3 разреза в области волосистой части головы, в области висков. Имеем возможность подтянуть, поднять, вернуть все ткани на свое место. Но здесь есть одно но. И вы, кстати, можете себе тоже, став перед зеркалом, посмотреть на свой лоб. Если ваш лоб высокий, то, к сожалению, я не могу вам рекомендовать эндоскопическую подтяжку лба. Потому что мы еще его увеличим, это неприемлемо. Если все-таки присутствует или залысина, или высокий лоб, и нет возможности сделать эндоскопическую подтяжку лба, я использую здесь другой подход. Я использую хирургическое иссечение залысины вот этой кожи перед волосистой части головы. Но при этом должен пациент понимать, что будет рубчик вот здесь. Он буквально 2-3 месяца потом скрывается. Но при этом мы иссякаем залысины. И мы имеем возможность поднять все ткани в области лба. Поднять уголок брови. И это даст хороший, омолаживающий эффект. Но это я рекомендую уже в более солидном возрасте. В пределах 30-40 лет я бы такой метод не рекомендовал. Ну и конечно, самое мощное воздействие это использование подтяжки лица. И как раз усталый морфотип очень хорошо поддается для коррекции с помощью различных воздействий. Это может быть и смаз-подтяжка, это может быть и спейс-подтяжка, это может быть и маск-лифт. Почему? Потому что наша задача как раз переместить эти опущенные ткани, вернуть на свое место для того, чтобы мы минимизировали все проявления вот этого устава, уставшего лица. Какой лучше? Смаз, спейс, маск-лифт. У меня был ролик. Пожалуйста, если это вас интересует, посмотрите этот ролик. И там у вас будет целый объем информации, очень полноценная информация, чтобы вы понимали, когда, какой метод лучше использовать. Вот мы разобрали уже второй морфотип. Это усталый морфотип. И думаю, что каждый уже проанализировал свое состояние лица, свое состояние кожи и уже может правильно для себя определить свой морфотип. Хотя у нас впереди еще два морфотипа. Так что вы не спешите делать себе какие-то окончательные выводы. А может быть, если есть вопросы, пишите мне. Я попробую вам помочь в определении вашего морфотипа. Как я и обещал, кнопка всегда со мной. 100 000 подписчиков у нас уже есть, благодаря вам. Если вам это видео было полезным и интересным, поделитесь с ним, порекомендуйте его. Будьте здоровы, красивы и удачливы. До свидания.